Муравьев Знаете ли вы, что до 90% биологических видов на Земле еще не открыто? Они малы, скрыты и неочевидны, и мы не знаем о них. В настоящее время мы знаем о 13 тысячах видов муравьев и считаем, что существует по крайней мере вдвое больше. Предполагается, что есть от 25 до 30 тысяч видов муравьев, большинство из них в тропиках. Есть, вероятно, сотни, если не тысячи видов еще не обнаруженных голожаберных моллюсков. Многие из них пока не найдены по той простой причине, что мы не пытались их искать. Пак и Ванесса и их коллеги из Калифорнийской академии наук за год открыли и описали 90 видов животных и растений, в том числе 38 видов муравьев и 3 вида голожаберных моллюсков. Но это еще не все. Ученые также обнаружили целый новый род роговых кораллов, два вида акул, новый вид лягушек и несколько видов жуков. Стоит только поискать. Я волнуюсь, когда понимаю, что предстоит очередное погружение, мутная вода, грязь и песок на дне. Но я знаю, что обнаружу там много нового. Большинство видов муравьев мы находим в тропических лесах у самой земли, в том небольшом слое, в котором есть листья, мох и падающие с деревьев ветки. Все это разлагается. Люди обычно не изучают этот слой, а просто ходят по нему. При погружении на глубины до 45 метров ваши шансы открыть новые виды крайне малы. Там побывало уже много исследователей. Но на других глубинах между 60, 110 и 120 метрами совсем другое дело. Там мало кто бывал. Ведь это требует специального оборудования, а также особой подготовки. Когда мы погружаемся глубже, то всегда находим новые интересные виды. Иногда живые существа скрываются в самых неожиданных местах. В ходе исследования я смогла обнаружить новые виды в содержимом желудков других новых видов, где я только не находила жизнь. Иногда такое ощущение, будто природа надо мной подшучивает. Все это так причудливо. Хотя обнаружение новых видов это очень интересно, но главная задача состоит в их описании. Основная работа состоит в том, чтобы сделать их доступными для научного сообщества. Вот муравьи, например. Мы должны классифицировать их, все отметить, занести в базу данных. Нужно тщательно описать их. Необходимо измерить отдельные части тела этого маленького муравья. Описать его значит найти те особенности, которые отличают его от других видов. А затем мы публикуем эту информацию. Вид получает официальное название. Описание новых видов важно не только для научного сообщества. Необходимо описать их, чтобы больше знать о биоразнообразии в разных частях мира. Зачастую мы мало знаем, что есть в других местах на Земле. Я думаю, важно знать о жизни вообще на нашей планете. Сколько видов существует. Сколько животных и растений. К сожалению, время работает против нас. И нужно заниматься этим сейчас, а не через сто лет. Если мы лучше изучим живую природу, то сможем лучше защитить ее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok